Друзья, всем привет! Пока я записывал это видео, вы знаете, я вспомнил слова ресторатора. Мне кажется, каждый раз, когда Xiaomi выпускает новую модель, они говорят ПОШУМИМ! И вы знаете, у них это очень хорошо получается. Даже далекие от мира смартфонов люди, например, моя парикмахерша, мне говорит А ты слышал? Говорят, Xiaomi выпускает какой-то новый телефон всего лишь за 80 баксов. То есть, не важно какой, не важно какие характеристики, главное, что за 80 баксов. Вот что народу интересно. Давайте вспомним тот же Redmi Note 7. Какой был ажиотаж вокруг этой модели? Ну, там хоть было на что смотреть. Ребят, давайте мы так договоримся. Я вам сейчас расскажу более подробно про эту модель. Мы ее сравним с другими моделями в такой же ценевой категории. И после просмотра этого ролика, вы напишите в комментариях, согласны ли вы со мной, с моим мнением или нет. Если нет, то напишите свое мнение в комментариях и пусть человек, который хочет купить эту модель, увидит это видео, послушает меня и почитает ваши комментарии и решит для себя, стоит ли покупать или нет. Итак, давайте начнем с характеристик этого телефона. Телефон оснащен 5-дюймовым экраном с разрешением 1280х720. Соотношение сторон здесь 16 на 9. Основная камера тут 8 мегапикселей, благо хоть со вспышки. А передняя сельфикамера у нас на 5 мегапикселей. Варианты памяти только 1 гигабайт оперативки и 8 гигабайт встроенной. Скоро будет, скорее всего, выбор 1 на 16, а может и 2 на 16. Но мы гадать не будем и будем говорить по существу. 1 гигабайт оперативный и 8 гигабайт встроенный. Уже, кстати, кто не в курсе, открыт предзаказ на данную модель. На данный момент Redmi Go с 1 гигабайт оперативный и 8 встроенный продается по предзаказу по цене 86 долларов. В гривнах это получается 2400, а в российских рублях, грубо говоря, 6000 рублей. Так, аккумулятор у нас здесь на 3000 мА, что совсем неплохо. И все это работает на Snapdragon 425. И плюс не забываем о том, что здесь Android Go, то есть кастрированная версия Android 8. И эта версия Android, скорее всего, вряд ли когда-то обновится до Android 9. По крайней мере на этой модели. Ну а теперь давайте зайдем на самый популярный сайт и сравним цену этого смартфона с другими. И посмотрим, какие конкуренты есть у этой модели и что вообще можно купить за эту цену. Поехали. Итак, друзья, вот я открыл e-каталог. Это самый популярный сайт. И здесь я ввел от 5500 до 6000 рублей. И что мы здесь видим? Что можно купить за 5700 на 16 гигабайт Redmi 6A. iPhone мы не будем рассматривать. Redmi 5A можно купить. Смотрите, мы выбираем 32 на 32 гигабайта. И 3 оперативки. 13 камера Android не обрезанный 6 980. Напомню, что цена за Redmi Go будет на 8 гигабайт. С памятью 8 гигабайт будет стоить 6000. С памятью 16 будет стоить чуть дороже. Да? Ну, я думаю, где-то 7, может 7,5 будет стоить. То есть, ну, логично, что не стоит покупать телефон с кастрированным Android, на который толком ничего не установишь, за цену, которую можно купить нормальный полноценный смартфон. Даже если мы возьмем Redmi 6A, вот, например, на 3.32, 7.300. То есть, я не знаю, если тот будет на 16 будет стоить 7 хотя бы, то переплата, сами видите, 400 рублей. Это смешные деньги. А здесь у нас процессор MTK. Некоторые могут сказать, фу, MTK, нафиг надо. Там у нас на Redmi Go Snapdragon. Вот, пожалуйста, на Redmi 5A, да, точно такой же процессор, 425. И цена еще ниже, как вы можете видеть. То есть, посмотрите, но S4 это старенький, мы не будем смотреть. Redmi 4A тоже старенький, но довольно-таки по сей день у многих есть на руках. И телефон, ну, живучий очень, хороший. Соньку я не люблю, поэтому тоже не буду рассматривать. Meizu вообще, пффф, я ненавижу эту компанию. Если честно, извините, у кого Meizu, просто я, ну, ненавижу, честно. Вот, не могу терпеть эту компанию. Даже самые топовые модели, это просто ужас. Там постоянно косяки с прошивкой, обновления никогда вообще не дождешься. Даже самые дряхлые китайские компании, типа Duggy, там, Shmuggy и так далее, они даже обновляют прошивку, в отличие от этого Meizu. S5 тоже старенький, да? Так, Redmi 3S тоже старый. Ну, короче, из новых, что есть, это все у нас вот вверху. То есть, Redmi 5A и Redmi 6A. То есть, это самые такие главные конкуренты этого Redmi Go. И однозначно я бы никогда не стал покупать Redmi Go и кому-то его советовать покупать. Что бы я купил, если бы у меня была такая сумма, к примеру, 7000, да? Однозначно я бы не стал покупать Redmi 6A. Почему? Потому что там процессор МТК. Может, кто-то любит МТК, не знаю. Но за эту цену я бы взял, вот, 3.32, Redmi 5A. Здесь у меня экран 5, как раз самое то. Здесь экран 5.5, то есть, может, кто любит там фильмы, да, смотреть еще что-то. Да, могут купить побольше экрана, в принципе, МТК, что Snapdragon там, я думаю, если вы не любите играть, особо разницу не отличите. Вот, поэтому я бы, наверное, все-таки взял бы Redmi 5A. Хотя, опять же, вот здесь у нас частота побольше, разрешение чуть больше. Ну, то есть, по каким-то параметрам Redmi 6A все-таки лучше. Но, опять же, тут на цвет и вкус. Но Redmi Go это даже рассматривать не стоит. Как вы поняли, ни одного плюса я не увидел, чтобы купить данную модель за такую цену. Но, как мы знаем, сколько людей, столько и мнений. Поэтому, как я уже говорил ранее, напишите ваше мнение в комментариях. Стали бы вы покупать данную модель или нет? Вот, честно, мне непонятно, зачем Xiaomi сделали эту модель. Наверное, хотели всем показать, что мы можем выпустить новенький смартфон даже за такую цену. То есть, за 80 баксов. И потроллить этим компанию Apple и Samsung, скорее всего. Я лично думаю, что эта модель будет просто провалом у Xiaomi. И спрос, конечно же, будет маленький. Ну, а на этом у меня все, друзья. Ставим лайк, подписка на канал. Все как обычно. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok